Первое впечатление, что, конечно, мы очень рады победе, но я думаю, что команда приложила все усилия, все силы, отдала нам поле для того, чтобы достичь этого результата. В принципе, я рад болельщикам, которые я был много раз в Воронеже, болеют очень рьяно, поддерживают свою команду, ну и в целом футбол понимают, разбираются, поэтому мне немножко такая прелюдия обидная, что у нас состоит конфронтация. Я думаю, что у нас, наверное, все-таки лучше сказать, что у нас дружеские отношения такие рабочие, профессиональные, да, между двумя городами. Поэтому, естественно, что принципиальные поединки они были и будут, я думаю, еще долго-долго. Ну, я говорю, рад атмосфере на стадионе. Я уверен, что не один раз был и еще раз убеждаю, что в Воронеже очень любят болеть. Пожалуйста, вопрос. Полтора тайма вы, хозяева, ничего не давали сделать практически. Как вы к этой игре готовились, какие сильные и слабые стороны факела учитывали, за счет чего взяли три очка? Ну, естественно, мы готовились, просматривали не одну игру, так как шепот спутно у нас получается то, что мы как бы вслед за факелом принимаем команды. Естественно, что у нас было очень много видеоматериала, мы практически досконально изучили сильные и слабые стороны, знали, что команда очень часто применяет ротацию состава. Вот на сегодняшний день мы угадали до одной позиции, одну не угадали по составу. В плане того, как построили игру, мы понимали, что быстрая техничная команда очень сложная, играть с ней в открытый футбол. Поэтому мы заставили факел оставить зону за спиной у себя и этим воспользовались. И еще были несколько моментов, когда мы могли воспользоваться такими, скажем так, хорошими подходами, быстрыми атаками. А то, что полтора тайма, к сожалению, для нас скамейки нам не позволяют, не выдерживаем мы. Практически состав, не буду жаловаться, но он такой, скажем так, усеченно неравномерный. Поэтому ездим мы неполным протоколом. Но в принципе, еще раз говорю, даже сегодня вышедшим взамен, я думаю, что меня порадовали. А то, что мы пропустили, ну там, несчастный случай, свой футбол, футболиста дал игроку мяч, который находился вне игры и практически выключился в подарок судьбы. Вот так, да, считаю, что мы перекрыли все зоны и знали, что через чего и как будет строить игру в атаке факел. По качеству игры это ваш лучший мяч в сезоне? Да вы знаете, я не скажу, что это лучший мяч. Один из лучших, да. Один из лучших, да. Потому что все-таки приятно играть на натуральном газоне хорошего качества. То есть это совсем другие ощущения. При том, при всем, что трибуны, вся атмосфера футбола, да, уже немножко в других городах, я скажу так, начинается подзабывать. Когда такое количество болельщиков, для них приятно играть, при том, что я говорю, что весь антураж от футбола. Ребята, говорю, молодцы, сегодня отдали все силы, тем более, что мы понимали, что на Павридове стоит очень серьезный соперник высокого качества. Один из лидеров, который находится наверху. Но мы, зная результат, опустились на дно, нам опускаться было некуда. Поэтому я рад, что мы оттолкнулись. Дна чуть-чуть приподнялись. Ну и график тяжелый, конечно, это у нас, получается, девятая выездная игра при четырех домашних. Очень тяжело все время на выезде играть. Хотя, еще раз говорю, что и в Мордовии, и в Кубани, и сегодня в Воронеже ребята бьются, молодцы, заслуживают уважения. Обиднейшее поражение, за которое я изношу извинения перед нашими болельщиками. Обиднейшее. Ну, мы предполагали, что команда «Сокол» будет играть 10 человек в обороне. Выповать только на быстрые атаки. Готовились к этому. Готовились к этому. Но, к великому сожалению, они уже у них стали проходить несколько во втором тайме, когда мы изменили уже схему, нужно было отыгрываться. Мы сами поставили себя в такое положение. Две ошибки в центральной зоне, две потери, два обреза привели к результату 0-2 после первого тайма. Второй тайм нужно было перестраиваться. Мы стали играть в три защитника. Выпустили сюда усиливать линию атаки Козлова, потом Мишу Бирюкова. Но, имея преимущество огромное, не смогли выравнять игру. Территория мы владели территорией таких. Ну, были моменты во втором тайме, могли сравнять все. Но, к великому сожалению, те две ошибки, которые были в первом тайме, они оказались фатальными. Пожалуйста, вопрос. Был оффсайд в моменте со вторым мячом? Честно говоря, мне показалось, что боковой судья не успевал за эпизодом. Но я не могу не утверждать ни да, ни нет, потому что мне показалось, что вроде бы был в ней. Но это все оправдание не имеет места к тому результату, который есть. Павел Иванович, ну, второе подряд домашнее поражение с одинаковым счетом. Что-то нужно менять? Ну, менять. Психологию. У меня язык не повернется. И вы видели, что ребята не хотели. Да, не хотели. Да, сложный психологический момент, когда одна ошибка, вторая ошибка. При том, что мы полностью владели мячом. Были неточности. Много было неточностей. Особенно в первом тайме, да и во втором грешили у нас полузащитники. Много таких передач, скажем так, в борьбу и необоснованных потерь. И получали быстрые атаки. Только за счет этого. А так играли, старались они, ребята. И они сейчас в раздевалке переживают. Все убиты результатом. Все. Ну, проиграли игру. Еще раз говорю, обидное. Обидное поражение. Будем, значит, исправлять в следующих играх ситуацию. Павел Владимирович, нет такого ощущения, что избыток футболистов на разных позициях. Это вот травмы, какая-то ротация постоянная. О чем, кстати, говорил ваш коллега. Он говорил, что у Файкла очень сильная ротация. То есть, смысл в том, что притираться не успевают. Люди очень много новых выходят. В частности, вот там Осипенко полтора мяча привез сегодня. То есть, вот кто-то травмирует. То есть, если выбора меньше у вас было, как у тренера. Может быть, спокойнее было? Ну, понятно, когда стабилизируется состав, и, естественно, и игра стабилизируется, да, и рисунок, и все. А здесь отчасти. Но ротация, она вынужденная. Вынужденная в связи с тем, что у нас травмированные ребята все, да. Поэтому и вынужденная ротация. Ну, для этого и должна быть глубина состава. Есть еще вопросы? Павел Путерьевич, с чем связано наличие сегодня в статном составе лишь одного нападающего полуга? Потому что, я думаю, все-таки для большинства это стало неожиданностью. Все-таки в два нападающего. Но вы имеете в виду Памплуа. Памплуа. Но если вы обратили внимание, то мы играли в два нападающего. У нас второго форварда играл Альшин. Все дело в том, что как он сыграл, это вопрос второй. Здесь есть вопросы, к нему и много вопросов. Номинально, по схеме и по установке все. Альшин играл второго форварда. Еще вопрос. Мы сделаем все для того, чтобы психологически они восстановились. Я прекрасно понимаю состояние ребят на сегодняшний день. Вот сегодня то, что в раздевалке все. Они очень сильно переживают за результат. Понимая, что с турнирной точки зрения очень важна была эта матч. И в плане набора очков. Все мы бы делали за дело определенный в группе лидеров. А так сейчас там подтянулись команды. Сделаем все для того, чтобы вывести из этого состояния. Да, они переживают. Они живые люди. Они переживают за результат. К великому сожалению, футбол не всегда справедлив. Да, справедлив все. Но сегодня так случилось. Случилось так, что мы сами себе организовали два мяча в свои ворота. Ну, живые люди все ошибаются. Так же, как и судьи могут ошибаться. И любой человек в любом виде деятельности может ошибаться. Сделаем все для того, чтобы вывести их с этого состояния. И я думаю, все-таки команда премьер-лиги будет стимул у них показать игру достойную. Я думаю, что придет много болельщиков на команду премьер-лиги и сравнить свой потенциал на уровне хорошей команды премьер-лиги, которая одна из лидеров сейчас, на сегодняшний день. Ходит в группу лидеров Террина. Постараемся все сделать. Три дня за три дня вывести их с этого состояния. Павел Пантелеич, наши болельщики считаются одни из лучших в России. И не считаете ли вы, что это служит дополнительной мотивацией к сопернику? Получается, наши болельщики как играют на нашу сторону. И, к сожалению, мотивация соперника повышается при виде заполненных трибун и при виде такой активности. Я полностью согласен с вами, что наши болельщики лучшие в России. Для нас они лучшие, самые-самые лучшие, самые преданные, самые лучшие. Естественно, команды приезжают, когда выходят и видят заполненный стадион и такая футбольная обстановка, атмосфера. Естественно, что играется намного с большим вдохновением. С большим вдохновением все. И я с вами согласен. Но так же и мы должны играть с таким же вдохновением. Где-то получается, где-то не получается. Но что ребята хотят играть и хотят показывать игру, и добиться результата по турнирной ситуации, чтобы как можно лучше выступить. Это не всякое сомнение. Но, я опять же повторяюсь, к великому сожалению, бывают такие игры. И к великому сожалению, что эта игра пришлась на этот принципиальный такой матч, что мы допустили такие ошибки, которые повлияли на результат матча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова